Так, давай, держись. Значит, сегодня мужу стало хуже? Да. Как дочка себя чувствует? Ну, как скажем, по шкале у мужа самое сложное для течения болезни, следом идёт дочь, а у меня всё легко. Ну и лес. Скажи, ну тебе некогда, ты борешься за мужа, ты борешься за дочь, потому что дочка, я знаю, стала жаловаться на боли в голове, что её сложно держать, да, голову. А скажи, вот говорят, обоняние пропадает. Да, у мужа и у ребёнка обоняние пропало, у меня нет, я чувствую все запахи. И каким же чудом всё-таки, просто я сейчас к финалу подхожу, всё-таки муж, мужа и ребёнка сегодня ты отправила в больницу, в Кинишму, их взяли. Да, сегодня у мужа, получается, пятый день течения болезни. На пятый день? Ему уже сделали, кстати, снимок, ты не знаешь? Да, ему сделали, повторные мазки взяли, снимок сразу сделали, как только он оказался в стационаре, чему я очень рада. Что тебе это стоило, это отдельная ещё история на целый час. Вот перед вами человек, который пять суток буквально добивался того, чтобы человека, мужа её, у которого показания по лёгким, очень страшная, ну там болезнь такая нехорошая, просто попасть в больницу. В больницу, где в городе заявлено 10 человек. Сформулировка нет мест и лёгкое протекание болезни. Определяли, ну вы слышали, Татьяна рассказывала, как определяли лёгкое вот это вот всё протекание. Тебя в больницу не взяли, поскольку решили? Нет, мне предложили сегодня ехать, я осталась дома, потому что у меня есть код, потому что у меня квартира, за которую я переживаю, потому что, говорят, как только в нашем маленьком провинциальном городе узнали, что наша семья больна, мы стали как, я не знаю, больные чулкой. Нет, Тань, Тань, ты нормальный человек, ты хороший человек, никто от тебя не отвернётся. Ты чё, мы все тебя знаем, мы все тебя любим. В эту ситуацию может попасть кто угодно, потому что, ну давай так говорить, я живу в доме, в котором люди тоже возвращаются с вахты из Москвы, приезжают, и они возвращаются к семьям, они выходят на улицу, ходят со мной по одному подъезду, и поэтому это может случиться с любым, послушай меня. Мы просто стали говорить такие вещи, что если вы только попробуете выйти, ты или твоя семья из дома вас забьют, вас разорвут, что, не дай бог, мы спалим всю вашу квартиру, машину. Где это ты? А где это ты читаешь или тебе? Как это ты узнаёшь? Откуда? Ну, с левых страниц каких-то непонятных написали. Пишут в соцсетях, да? Травля началась. Есть люди, которые пишут добрые слова, что держитесь, узнают какое самочувствие, которые узнали про всё по слухам и хотят истинную информацию. Если нужна какая-то помощь, предлагают, оставляют свой номер телефона, что мы принесём продукты и так далее, деньги переведёте потом на карту. То есть, а есть люди, которые с левых страниц пытаются выяснить какую-то информацию, оправдали ли это, а какие симптомы, а чё. Но когда я не иду, например, какие лекарства тебе выписали, я не считаю нужным разглашать эту информацию. Да, правильно, потому что... Да, всё правильно. Я открываю информацию, я говорю, всё решает врач. И вот когда я не отвечаю нормально, как бы начинается от нападки вот такого плана. Тань, что сожжём, всё, спалень. И вообще, как вам, не страшно? Да вы теперь вообще по завозку попробуйте пройдите. Тань, я сегодня смотрела, благодатный огонь сошёл, так что всё будет хорошо. Ну, тебя уже с Пасхой, я тебя поздравляю, уже время, уже можно с этим светлым праздником. И я надеюсь... Сейчас. Ничего, мы с тобой, женщины русские, всё хорошо будет. Никто пальцем не тронет. Я думаю, что нас сейчас многие поддержат, многие услышат, и люди просто даже побоятся это больше писать и делать. Потому что, Тань, ты хороший человек, у тебя есть друзья, у друзей есть шпаги. Я всегда так про себя говорю, поэтому всё будет хорошо. Я когда не выдержала, я ответила всё-таки в соцсети, я сказала людям, кто из вас последние, ну, скажем, два месяца болел простудой? Кому поставили в диагнозе ОРВИ или грипп? Кто-нибудь из вас сделал тест? Нет. Мы в Заволжске тест сделали первый, насколько я знаю. Я ему задала вопрос, кто-нибудь из вас может на 100% сказать, что вы не переболели тем же, чем болеем мы сейчас? Я сказала, что лечение очень дорогое. Да, оно действительно бьёт по карману. Тем более, мы начали лечить сразу трёх человек, всю семью. При этом, при всём, это лечение должно быть бесплатным, да, насколько вот, ну, мы уже говорили. Да, до сих пор, до сих пор, вот уже пять дней мы лечимся, и до сих пор я не могу добиться ответов, я не могу добиться препаратов необходимых. Наш вопрос, как мне сказали руководство ЦРБ, решается. Сколько суток ещё он будет решаться, непонятно. Тань, мы будем с тобой всё время на связи. Если будет какие-то, ну, что-то нужно, естественно, обращайся, ты знаешь, мы приедем, всё привезём, всё поможем. Я думаю, сейчас нас многие услышат, и ваш вопрос будет решаться гораздо быстрее. Слава Богу, что ты добилась того, что твои муж и дочь попали в больницу, я надеюсь, что наши врачи им помогут, и всё будет, всё будет очень хорошо. Мы с тобой на связи, сейчас мы как бы, в общем, скажи что-нибудь людям, которые сейчас собираются жарить шашлыки, идти на кладбище и так далее, и тому подобное. Когда я смотрела телевизор и все эти ужасы, сначала напугалась, потом перестала в это верить вообще. Хотя режим самоизоляции всё-таки соблюдать старалась. А сейчас я могу с уверенностью сказать, когда коснулась это моей семьи, лечение дорогое, подумайте, прежде чем ходить куда-то и схватить этот вирус совершенно случайно, его можно схватить где угодно. А самое главное, что не очень-то мы готовы, я так понимаю. Да. Удобны ли вы вообще за такие огромные средства лечить себя, своих близких, потому что болезнь распространяется молниеносно. На третьи сутки мы уже заболелись ребёнком. А самое главное, что больницы-то наши не очень-то, я так понимаю, готовы к этому. Да, у нас такие маленькие городишки, в которых, возможно, нет такого количества оснащения, как... Ну, да. Точнее... Если мы, ребята, с вами все быстренько заболеем, ну, на нас, на всех уже, говорят, мест нет, так что... Да. Что же будет, если сейчас начнут болеть все поголовно? А точнее, если начнут делать тесты, они будут положительные, что будут делать с людьми, как будут их лечить? Таня... Я знаю, что у деток это всё-таки... Ну, будем надеяться, что нам говорят правду, и это вообще проходит всё достаточно не так сложно, как у взрослых. Тебе больших сил мужу держаться. Держаться, держаться, и если что-то будет нужно, сразу мы с тобой на телефоне. Сейчас мы с вами прощаемся, а с тобой мы не прощаемся, Тань. Субтитры сделал DimaTorzok